Здравствуйте! В эфире программа Азбукопотребителей. С вами я и ведущая Мария Бодрова. Сегодня предлагаю поговорить о фотосессии для малышей, которым нет еще и года. Что обязательно надо взять с собой в студию и какие интерьеры лучше выбрать? Разберемся по буквам. Азбукопотребители предлагают тестировать интерьерные студии двум маленьким моделям. Фотограф Елена Бочкарева начинает работать с юной леди. Параллельно мастер объясняет тонкости семейной фотосессии. Чуть-чуть, прям с одного бока с подарочком, с другого бока. Вот, умница, зайка моя, и улыбаемся. Молодец. Теперь давай прилечь прям на бочочек. Ложусь совсем. Можно на подарочек. Раз, облокотиться. Да. Вот, молодец. Здесь глупо придерживаться принципа. Мы отдаем деньги, а вы делаете нам красивые снимки. Нужно понимать, успех фотосессии зависит не только от фотографа, но и от вашей подготовки к съемке. Помимо того, что вы соберетесь и придете в назначенное время на место, нужно продумать совместно с фотографом ряд деталей. Лучше всего дома можно взять фотоаппарат, отрепетировать с ним в какой-то игровой форме. То есть мы можем изобразить имитацию съемки. Малыш уже не будет бояться камеры. В первую очередь надо обдумать наряд ребенка. Он должен быть удобным. Выберите одежду малышу, в которой ему комфортно. Это может быть даже пижама. Хорошо будут смотреться взрослые элементы гардероба. Галстуки, бабочки, шляпки и очки. Ну, смотрим на меня. Покажи, как Рита улыбается. Вот, умница. А с зубками давай. Обязательно надо не забыть взять детские любимые игрушки. Именно они помогут занять вашего ребенка во время фотосессий, помочь расслабиться в присутствии посторонних людей. Кроме всего прочего, игрушки не только развлекут ребенка, но и послужат дополнительным фоном, а также помогут создать естественный сюжет для съемки. Тем временем в студию приходит еще один герой программы Льву Бойкову. Нет еще и года, а он уже звезда фотосессий. Его мама может создать целую хронику фотографий. Все началось в лавсторе, потом свадьба, и каждый месяц своей жизни малыш вместе с братом появляются в кадре. Ай, гу! Девочка, да, да, ну, папки снимайте быстрее, смотрите, на этом он улыбается. Ай, гу! Ай, гу! Если вы приходите на съемку с грудничком, то обязательно возьмите бутылочку с молоком, влажные салфетки, подгузники на всякий пожарный и, возможно, сменный комплект одежды. Часто малыши засыпают во время процесса. Если ребенок начнет капризничать, у фотографов есть свои секреты. При съемке все время пытаемся привлечь внимание малыша, то есть у нас есть такие вот небольшие насадочки в виде крабиков, ну, то есть это что-то такое детское, интересное. До пяти лет, в принципе, мы можем этим пользоваться, да даже, в принципе, и больше тоже. Вот пока он ребенок, все это ему интересно, пока он играет в игрушки, что-то яркое, может быть, даже с некоторыми взрослыми тоже можно этим пользоваться. Не делайте замечания своим детям, как бы они себя не вели во время фотосессии. Всегда жалко, когда веселый ребенок вдруг замыкается. Лучше удалить неудачные кадры, зато его глаза будут живыми и радостными. Если ребенок напротив, серьезный, мамы часто переживают и пытаются помочь. Это только усугубляет ситуацию. Улыбайтесь, рано или поздно ребенок улыбнется вам в ответ. Лев Михайлович сегодня вел себя очень хорошо, ему очень понравилось сегодня фотографироваться. Вел себя спокойно, так доброжелательно улыбался нам. Отнеситесь к фотосъемке как к большому приключению, просто живите в свое удовольствие. Вы можете взять любимые книжки вашего ребенка. Семья с улыбкой и веселем изучающие книжки отлично смотрится в кадре. Правильно выбранные элементы декора, общение родителей с ребенком помогут передать искренние эмоции и веселье. И как следствие вы будете довольны полученными снимками. При выборе студии обязательно обратите внимание на то, какой фотограф выставит свет. Это очень важный элемент при работе с детьми. При съемке мы используем мягкий рассеивающий свет, который не испугает ребенка. То есть это либо свет из окна, либо постоянный. Не используем вспышку. В хорошую погоду можно рассмотреть варианты съемки на улице. Малыш не будет ничем ограничен и не надо будет просить сделать его что-то специально на камеру. Он будет играть и перестанет обращать внимание на фотографа. Это позволит сделать эмоциональные и интересные кадры. Можно подумать о домашней съемке. Здесь малыш будет в своей тарелке. И это очень удобный вариант для грудничков. Но у такой съемки есть один большой минус. Не всегда оригинальный интерьер или фон. Если вы определились местом, то выбирайте ценовую политику. Храните яркие моменты не только в воспоминаниях, но и на бумаге. Надеемся, что наши советы вам помогут. До встречи в программе «Азбук опотребителя». Оставка 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 Остав